Братья 9 сентября В Коломне князь Дмитрий получил новые вести от своих сторожей о движении войск неприятеля. Еще летом 1380 года, когда в Москву пришла впервые грозная весть о том, что Мамай поднялся со всей своей ордой и идет на Русь, князь Дмитрий знал, что Мамай собрал огромную силу. Молва прибавляла, что, собираясь на Русь, хан разослал по своим улусам такой наказ – не пошите землю и не заботьтесь о хлебе, будьте готовы на русские хлебы. В историческом эссе «Память», опубликованном к 600-летней годовщине Куликовской битвы, писатель Виктор Чевелихин писал. Вражеское войско на Куликовом поле не представляло никакого мусульманского суперэтноса. В полчищах Мамая были не только представители всех мировых религий, но и последователи множества разнотолков и ответвлений. За два года повсеместных сборов к войску Мамая примкнули все, кто, служа или подчиняясь власти, наловчился стрелять, колоть, рубить, резать и грабить людей. Азиатские и европейские искатели приключений, степные, лесные и горные разбойники, рыцари-наживы, средневековые уголовные преступники и прочие перекати-поле, в том числе и самый низкий человеческий сброд, не верящий ни во что. Сброд, какого во все времена хватало на земле. Меньше всего в полчищах Мамая было монголов и татар. Это было разноплеменное и разноязычное скопище разноверцев, обманутое, соблазненное, принужденное или купленное международным авантюристом XIV века. Широкое празднование 625-летия Куликовской битвы не может оскорбить ни исторической памяти, ни национального достоинства или религиозного чувства, кого бы то ни было из живущих. Куликовская битва священа для всего цивилизованного человечества, потому что знаменовала собой особую, исключительную веху в мировой истории. Величие народа в том, что носит в сердце он свое. Субтитры создавал DimaTorzok Победа никогда не бывает без подвига, а Венеции торжество без победы. Субтитры создавал DimaTorzok